Всем привет! В данном ролике рассмотрим основную проблему создания печатных плат в домашних условиях, а именно экспорта файлов и подальше их использования. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Наверное каждый из нас начинал делать свои первые платы в Sprint Loyalty, так как ничего проще быть не может. Нарисовал, потом нажал печать и сразу получил опытный образец. А коль нужно отправить на производство, то используем гербер. Ну и в принципе все довольны. До того момента, пока проект не станет сложным. В сложном проекте допустить ошибку можно по щелчку пальца. Поэтому нужно выбирать более сложные сапры. На данный момент их количество прям очень большое, на любой вкус. Единственное, что меня останавливало от перехода, это возможность делать прототипы плат своими руками. Это неотъемлемая часть разработки. Ошибки-доработки появляются именно после создания первого образца. Поэтому без прототипа тут не обойтись. В случае с Sprint Loyalty все просто, а как быть с более сложными сапрами? Так как у каждого по-разному можно выводить файлы. У некоторых в PDF, у некоторых в картинку. Поэтому я начал искать способ, как можно из любой программы сделать плату своими руками. И теперь спешу поделиться им с вами. Программу я выбрал Altium, так как он сейчас очень распространен. Первым делом рисуем проект в схемотехнике. Потом переносим его в PCB и начинаем разводку платы. Это плата под будущий проект. Но сейчас не про это. Когда плата нарисована, нам не нужно выводить картинку или PDF. Мы сразу экспортируем гербера, что очень удобно. Такие файлы подойдут как для производства, так и для нас. Далее воспользуемся, казалось бы, самой простой программой для просмотра герберфайлов. Но как выяснилось, плюшек в ней достаточно. В первую очередь мы можем изменить цвет слоев, отверстий и фона, что дает нам просто нереальную свободу. Мы можем инвертировать цвета как угодно. А значит таким способом можем делать как лут, так и фоторезист. Для него нужно инвертировать цвет, кто не знал. Так вот, когда подогнали нужные цвета, берем и сохраняем полученный файл в картинку, png, с разрешением 1200 dpi. Далее идем в фотошоп и создаем новый файл, размером 30 на 20. Плотность пикселей ставим также 1200 на дюйм. Получаем лист, который напечатает принтер. В него нужно добавить png картинки. Просто перетащить и расположить где удобно. Как вы поняли, я делаю под фоторезист. Под лут будет все то же самое, но инвертировано по цвету. Нижний слой оставляем как есть, а верхний отзеркаливаем. Также добавляем полоски, для того, чтобы легко можно было совместить слои между собой. Далее печатаем наш файл на специальной пленке. Печать ведем на шершавой стороне. Скорость печати зависит от разрешения принтера. Тут чем больше значения, тем лучше. По итогу получаем шаблон, который можно будет использовать в дальнейшем и не один раз. Всего этого можно избежать, если заказывать платы в китайской компании PCBWay. Те же Herber файлы, что были у нас, закидываем в архив и просто загружаем на сайт. Получаем превью. Далее выбираем количество плат, цвет, толщину и производим заказ. После этого запускается производство и через некоторое время мы получаем готовые платы, которые можно использовать в своих проектах. Естественно, такие платы предпочтительнее самоделкам. Но так как мы делаем прототип, то продолжим. Когда шаблон распечатан, оставляем его сохнуть. В это время мы можем подготовить наш текстолит. Если у вас еще нету оборудования, то можно взять ножницы по металлу и вырезать необходимый кусок текстолита руками. Если же у вас есть ЧПУ станок, то это облегчает задачу в разы. Для того, чтобы воспользоваться станком, необходимо получить определенный файл с разрешением DXF. Altium вроде как умеет его генерировать, но к сожалению, как-то калечно. Я пробовал разные способы, но увы. Кто знает, как это сделать, напишите в комментариях. Поэтому воспользуемся небольшим костылем. А именно, сохраним его не DXF, а STEP. Далее откроем его в любой программе для 3D моделирования. У меня это инвертор. У вас может быть Solidworks или еще что-то. Через инвертор довольно просто можно экспортировать плату в DXF. И вот уже она будет открываться нормально. Теперь подготавливаем файлы для ЧПУ. Каждый делает это по-разному. Но результат у всех один и тот же, это G-Code, который мы можем скормить станку. Сверление я делал только фрезой, так как нужные сверла еще не приехали. Остальное можно досверлить ручками. Это мелочи. Далее производим операцию с ЧПУ станком, чтобы он нам просверлил и вырезал платку. Если плата односторонняя, то не забываем положить текстолит медью вниз. Эта операция довольно интересная и, скажем так, бьет по карману. Любая ошибка дорого обходится. Но не будем о грустном. Сам процесс не быстрый, но удобство в том, что станок может работать без вашего участия. Да и плата после вырезания получается высокой точности. Следующий шаг это зашкурить и помыть плату, чтобы поверхность хорошо липла к фоторезисту. Его наносим сначала на одну, потом на другую сторону. Делается это не сложно. Отклеиваем фоторезист с одной стороны и аккуратно разглаживаем по плате. Лишние куски можно отрезать. Далее берем лист бумаги. Складываем вдвое и помещаем туда плату. Лист направляем в разогретый ламинатор. Конечно, не без косяков, но как по-другому. Ламинатор максимально спрессует фоторезисты плату. Теперь необходимо нанести очертания дорожек на плату. Для этого нам послужит шаблон, который мы подготовили. Это один из самых сложных моментов создания. Необходимо очень точно совместить слои и отверстия в плате. Чтоб все это дело не двигалось, можно использовать два куска стекла и канцелярские зажимы. Далее нам необходимо засветить фоторезист в тех местах, где плата прозрачная. Для этого воспользуемся лампой для ноготочков. Включаем ее на 30 секунд и держим на высоте примерно 10 см над платой. Смотреть на включенную лампу не рекомендую. Время 30 секунд подбирается экспериментальным путем. Результат после работы лампы. Уже видно очертания дорожек, но очень слабо. Необходимо усилить эффект. Для этого проявим фоторезист, предварительно сняв верхний слой. Проявляем с помощью специального проявителя. Вводим кисточкой и смотрим, как исчезает фоторезист, там где он не засветился. Такой трюк проделываем на двух сторонах платы. Теперь пойдем травить. Каждый это делает по-разному, кто в перекиси, кто в флорном железе. Я, например, буду травить в персульфате натрия. Вообще это не критично. Последний шаг это убрать оставшийся фоторезист с платы. Для этого будем использовать сильную щелочь. Погружаем в емкость и смотрим, как он чешуйками слазит с платы. Долго держать не нужно. В этом нету смысла. Теперь при хорошем свете рассмотрим подробнее. Один слой получился очень хорошо. А второй я, скорее всего, плохо проявил. И из-за этого медь не хотела травиться. Такие косяки будут пропадать только с опытом. В целом же качество отличное, но нужно немного доработать топильником. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите и до новых встреч.